МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Упорядочить дорожное движение первыми додумались древние римляне. Цезарь вел одностороннее движение, заставил всех приезжих ходить по улицам пешком, а не разъезжать на колесницах. А еще бывших пожарных переквалифицировал в регулировщике, чтобы за порядком следили и конфликты на дорогах разруливали. Всем привет! Это проект в движении. Каждую неделю полезная информация для всех участников дорожного движения. Смотрите сегодня. В этом выпуске. Разбор полетов. Обзор ДТП региона за неделю. Берегись за носа. Уроки маневрирования на зимней дороге. Руль нужно держать, как партнершу в танце. Подытожим. Результаты работы госавтоинспекции по нацпроекту безопасной и качественной дороге за прошедший год. Потерять управление, вылететь навстречу, съехать в Кювет, таковаться на ошибке на зимней дороге. При неудачном стечении обстоятельств это ДТП с тяжелыми последствиями. 12 января на 156-м километре федеральной трассы Белгород-М4-Дон водитель Лады Калины при совершении обгона автомобиля КАМАЗ в составе автоприцепа выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с автомобилем ВАЗ-2111, а затем с обгоняемой фурой и автомобилем Амода. В результате ДТП водитель автомобиля Лады Калины от полученных травм скончался на месте. Водитель автомобиля ВАЗ-2111 и его пассажир получили телесные повреждения. 13 января водитель автомобиля Форд Фокус, двигаясь по автодороге Ивня-Песчаная-Чернова, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и съехал в Кювет. В результате ДТП водитель пострадал. 14 января в селе Федосеевка Староскольского городского округа в районе улицы Полевая водитель, управляя автомобилем Лада Веста, выехал на полосу встречного движения, столкнувшись с автомобилем Ауди Ку-5. Далее последовал наезд автомобиля Ауди на дорожное ограждение. В результате ДТП водитель автомобиля Лада и его трехлетний пассажир получили телесные повреждения. 15 января на 661-м километре федеральной трассы М2 Крым водитель, управляя автомобилем МАЗ при выполнении маневра «Разворот» совершил столкновение с автомобилем МАЗда. В результате ДТП водитель автомобиля МАЗда получил телесные повреждения. 16 января на 660-м километре федеральной автодороги М2 Крым водитель, управляя автомобилем «Шевроле Камара», не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и совершил наезд на тумбу с песком, с последующим наездом на дорожный знак и бордюрное ограждение. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения и был госпитализирован. Всех этих аварий можно было бы избежать. Будь водителем менее обеспеченными, более внимательными и подготовленными. Советы по вождению в рубрике «Тебе водить». Продолжаем тему безопасного вождения на зимних дорогах с профессиональным инструктором Виктором Сашенко. Наши рекомендации будут полезны не только новичкам, но и водителям со стажем. Поехали! Поехали! Как-то простигнёмся сначала. Начинаем! Один из ключевых моментов – это постоянный контроль автомобиля. То есть мы не держим руль вот так, двумя пальцами, расслабленно. У нас постоянно как минимум одна рука на руле. Если мы готовимся к какой-то экстренной ситуации, то рук на руле две. Опять же, у более опытных водителей у нас ошибка стандартная – это мы руль еле-еле держим. Начинающие едут, готовясь к какой-то ситуации. То есть они вот вцепились в руль и думают, вот сейчас что-то произойдёт. И то, и другое неправильно. То есть мышцы у нас тонут все мышцы предплечья, руль мы удерживаем. Но руль нужно держать, как партнёршу в танце, чтобы ей не было неприятно, но чтобы она у нас не улетела в танце. Интересная сравнение. Когда у нас может возникнуть опасность? Любой поворот, любое изменение траектории – это для нас звоночек. То есть, например, самые интересные моменты у нас могут происходить на перекрёстках с круговым движением. Сейчас у нас как раз такой перекрёсток будет. То есть что у нас получается? Когда мы движемся по кольцу, нам приходится двигаться по дуге. И вот как раз, когда мы движемся по дуговой траектории, машина сможет начать соскальзывать. Наша задача – это вовремя заметить, чтобы мы не улетели в сугроб. Тут ещё рецепт какой. С машинами на переднем приводе мы все знаем, что если происходит занос, то необходимо добавлять газ, и машина из заноса выйдет. Но при поворотах на переднеприводных автомобилях у нас чаще происходит снос передней оси. И вот в этом случае как раз добавлять газ – это усугубить ситуацию. А как обстоят дела с заднеприводными машинами? Заднеприводные автомобили более склонны к заносу, и там как раз мы резким нажатием на педаль газа этот занос можем вызвать просто напрямую. То есть на заднем приводе важно дозировать работу с газом. И что делать остальным участникам движения, когда ты наблюдаешь такую картину, что на тебя несётся? Ну, тут опять же стараться держаться подальше. По результатам 2023 года Белгородская область – один из лучших регионов в реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Итоги работы Госавтоинспекции по снижению аварийности подведём в рубрике «От первого лица». Олег Владимирович, в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» реализуется федеральный проект «Безопасность дорожного движения». Как вы оцениваете результаты работы проекта за 2023 год и какие планы на год 2024? К сожалению, как в целом по стране ситуация с аварийностью очень сложная, так и, в частности, касаясь нашего региона. В прошлом году нам не удалось достигнуть целевых показателей. Это было не более 111 человек погибших. Но что бы хотелось отметить в целом, если мы возьмём статистику 10 лет, то с 2012 года мы сократили аварийность более чем на 50%. В 2022 году у нас произошёл рост дорожных транспортных происшествий. В результате социальной напряжённости в целом в нашем приграничном регионе много факторов было. В 2022 году у нас был скачок погибших. В прошлом году удалось его стабилизировать. Мы снизили количество погибших людей. Наверное, позитивную роль сыграла этой рабочая группа по безопасности дорожного движения в рамках безопасной и качественной дороги, которую проводим совместно с органами исполнительной власти и взаимодействием с субъектной профилактикой. То есть это Министерство дорог и транспорта, органы прокуратуры, кто ещё нам помогает. Ну и участники дорожного движения. В прошлом году порядка тысячи сообщений от участников дорожного движения о нарушениях правил это мы даже не берём телеграм-каналы, соцсети, где выкладывают фотографии с нарушениями. Это конкретно звонят в дежурную часть, говорят, тот или иной водитель вызывает подозрения при управлении транспортным средством. Сотрудники принимают меры к его задержанию и выявляют злостных нарушителей. В прошлом году с помощью участников дорожного движения более 600 человек были задержаны за рулём, находясь в непрестном состоянии. В рамках нацпроекта уличнодорожные сети муниципалитетов и их соответствия нормам проверяет межведомственная рабочая группа. Кто в неё обычно входит, как выбирается место проведения выездного заседания и насколько, на ваш взгляд, эффективен такой формат работы? В 2022 году по инициативе госавтоинспекции начала свою работу межведомственная группа. Возглавляет её Владимир Васильевич Базаров. Проходит она, как правило, на площадке администрации, где присутствуют главы муниципальных образований нашей области, ну и субъекты профилактики Министерства транспорта, Министерства образования, госавтоинспекция. Проходил он в формате разбора дорожных происшествий, чтобы не бить по хвостам, а планомерно устранять те или иные причины дорожных происшествий, которые влекут гибель людей. В 2023 году был немножко изменён формат, и это тоже положительно сказалось на безопасности дорожного движения. Это были кустовые совещания с выездом на место. То есть, если взять за пример, мы отрабатывали подготовку к учебному году 23-24 и выезжали к учебным организациям, и всей группой смотрели, где с нарушением расставлены дорожные знаки, где пешеходный переход непосредственно из школы выводят на проезжую часть. То есть, так, чтобы было и удобно, и безопасно. Вот в таком формате прошли, наверное, 4 или 5 летних рабочих групп по безопасности дорожного движения. И как результат работы межведовательной группы уличная и дорожная сеть на 80% в районе учебно-образовательных организаций соответствует общероссийским стандартам безопасности. Это был проект «В движении». Соблюдайте правила и уважайте всех участников дорожного движения. Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова